Доброе ранец! Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» начинает свою работу у эфира. У студии для вас працует Евген Побловец. Глядите сегодня в выпуск. Гомельская область и Литовская республика обмерковали перспективы сопрацовництва. Президенты свободноэкономичной зоны «Гомель-Ратон» протягивают створать новое импортозамещальное вытворчасти. Петраны сельско-господарчей Галины сострелились с наученцами Речицкого аграрно-технического лицея. А зараз об этом меньшим больше подробно. Металлопродукция, шкло, будовничные материалы. Повяжать поставки этих товаров и поширать экспортный пиролик, створать суместное вытворчасти, пропановывать туристичные послуги. Шматвекторность экономичного сопрацовництва стала основной темой перамов литовской делегации с керамнистом Гомельского облаконкама, белорусского отделения Гомельского промыслового палата и представниками буйных предприемств у региона. Обголовных выниках деловых состреч – репортаж Марины Северьяновой. Знешний гандлёвый оборот помеж Гомельщиной и Литовской республикой за 7 месяцев этого года меньше 85 миллионов долларов, экспортный компонент – 70 миллионов. По оценках экономистов – личбы невеликие. И когда литовские бизнесмены виноватят в этом слабую знешний гандлёвую активность наших предприемств, то в региональном отделении Белорусской гандлёво-промысловой палаты лечить, что складанности возникают в тем лику за непромого соседства Гомельщины с Литвой. Бо пропоновать тое, чего нема у Гродно альбо Минску складана. Наш же интерес сегодня во встрече подчеркнуть именно и выделить сотрудничество торгово-промышленных ремесленных палат Литвы и Гомельского отделения торгово-промышленной палаты, потому что я признаю, что, к сожалению, оно не настолько активно, как активно у наших региональных палат, которые находятся на границе с Литвой. Естественно, транспортное плечо имеет значение, но нам очень хочется активизировать это сотрудничество. До речи, в перспективе в областном центре может появиться совместное литовское-белорусское предприемство по вытворчасти шклопакетов. Бо совести с Гомельшклом развиваются поспехово. Зараз заключено черговое бойное погоднение. Кроме того, сирот лидеров по экспорту продукции в Литовскую республику белорусские металургические и речицкие метизные заводы. Вращается вопрос об выходе на ГТ-ринок техники Гомельмаша. В оголе литовцы с цикавостью воспринимают любые серьезные пропановы. Все интересное, конечно, от металла, от стекла, от волокна, строительные материалы, отделочные. У вас это все есть. И химические заводы. Так что это очень много спектра. Надо просто найти только партнеров. У сустрече, что отбылась в Гандлево-промисловой палате, удельничали и представники широкого бойнейших предприемств региона. Кожный отримал мягчимость рассказать об своей продукции. Ды так, как зацикавить у ее набитки потенциальных импортеров. Вядома, что до 60% белорусских товаров треба экспортовать. Это огульная задача для усяго промислового сектора экономики. Мы хотели бы увеличить объемы поставок, найти новые предложения, потому что в Беларуси предприятия тоже развиваются. И мы должны успевать за тем, что производится новая, экспортоориентированная, скажем, востребованная продукция. Наступная встреча с литовскими промисловцами отбудется уже в этом месяце. Представники жильево-коммунальной господарки Гомельской области наведуют Литву и ознайомятся с процессом сортования коммунальных отходов. А в листопаде бизнесмены нашего региона побывают на объектах, где тепловая энергия выпрацовывается с допомогой биомасы. Дорога, что этот опыт будет надзвучай корыстным, потому что производит эксплуатацию белорусской атомной электростанции требует не только нарушать споживание электроэнергии и уменьшать применение газа, но и активно выкористовывать биомасу. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадо-компания Гомель. До конца этого года в свободной экономической зоне Гомель-Ратон планует начать выпуск продукции еще нескольких предприятий. Правда, по словам резидентов, этот процесс мог отбыться ранее, а лишь мать часу займает разностранные узгаднения. Что стремливает приватный бизнес, спробовали доведаться наши корреспонденты. Приватное предприемство «Милитекс» по ассортименте своей продукции аналогов у Беларуси немая. На при конце года тут плануется пожать вытворчасть так званых элементов радиочастотной идентификации. По сути, это те элементы, которые позволяют вести улик, литерально усяго – от колькости поездок в громадском транспорте до наявности продукции на складах. Сегодня для потреб Беларуси они набываются выключено за межами краины. А тому «Милитекс» не только высокотехнологичная, а и импорта замешальная вытворчасть. Правда, начать выпуск продукции тут могли и ранее. Але процесс разнастаянных узгаднений в первую шаргу на проведение будавничных работ оказался вельми протяглым. Об этой проблеме, до речи, сегодня кажутся практически на всех предприемствах, которые начинают свою деятельность. Доправ письмо, дайте разрешение, получи это разрешение. Ну, везде это время занимает, естественно. Значит, должен кто-то выехать, что-то смотреть. Хотя сегодня на предприятии у нас есть, как положено, и технадзор, и руководитель проекта. Свободная экономичная зона – универсальный плясок для развития бизнесу и протягнения инвестиций. Зараз выкарсты с ГТ Махчымасти на Гомельшине мкнутся каля 80 резидентов. Утым леку – з России, Украины, Германии, Турции, Франции, Лихтенштейна. У администрации СС скажут, что имкнутся створить для кожного максимально комфортные умовы. Для инвесторов иснует система замасованных на державном узровне гаранты. Иншая справа, что у некоторых законодавчих актов уносятся изменения. И тут главное продугледить усе Махчымы наступствы. Условия ведения бизнеса у нас меняются с 1 января 2017 года. Конечно, некоторые изменения в таможенном законодательстве будет по свободным экономическим зонам. Но, однако, компенсационные меры сейчас рассматриваются в нашем правительстве, чтобы дополнительно какие-то льготы дать нашим предприятиям, резидентам свободной экономической зоны. Олеся Серов, Ольга Коновалова, Юген Макинка, телерадио «Компания Гомель». Про выник и перспективы развития региональной экономики сегодня пойдет к разговору в программе «Диалог». Гостем студии станет наместник старшины Гомельского облаконка Мабаляслав Перштук. Глядите «Диалог» в прямом эфире на телеканале «Беларусь-3» сегодня в 19.20. Коллективы представлены новый прокурор Гомельской области. Им стал державный советник юстиции третьего класса Виктор Морозов. Отповедный загад подписал генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк. Под час координационного посаджения новый керавник представлены работникам прокуратуры Гомельской области. До речи, как означал сам Виктор Морозов, коллектив ему знакомый. Минавито с работы в органах прокуратуры Гомельской области он починал свою карьеру. С 2008 по 2016 год Виктор Морозов начальствовал прокуратуру Гродзенской области. И вот теперь у якости керавника территориального ведомства вернулся до родных пенатов. Сярод приоритетных задач, які оставить новый прокурор, послабление криминогенной обстановки в регионе и увага до профессионализму кадров. Первая задача для любого руководителя – это подбор и расстановка кадров. Мне сразу бросилось в глаза, что пришло молодое поколение, очень молодое поколение, как-то среднее поколение по тем или иным причинам перешло в другие структуры прокурорских работников. Поэтому стоит задача, чтобы эти молодые люди сегодня приобрели достаточный опыт, ну и достойно представляли прокуроры, прокуратуры тех районов, где они работают. После представления прокурора работники ведомства сфокусировали увагу на пытаниях выконания законодавства у сферы архитектурной и будовничьей деянности. За некольки месяцев прокурорской проверки на территории региона выявлена значная колькость порушений. Это факты самовольного занятия земельных участков, незаконного будовництва, порушения правилов оформления документов и принятия представниками УЛАДы некорректных решений относно регистрации самовольно занятых земель и объектов бытовництва. За 2015 и 6 месяцев 2016 года принято более 3300 решений узаканивающих объекты самовольного строительства. При этом только 31 решение о сносе самовольной постройки, возведенной в нарушение строительных норм. Так, еще 13 решений о приведении самовольной постройки в прежнее состояние, поскольку также были нарушены какие-то строительные нормы. Хотя, согласно требованиям законодательства, в обязательном порядке предусмотрен снос незаконно самовольно возведенных строений, которые возведены на самовольно занятых земельных участках. Александр Гамуля, Максим Славин, телерадиокомпания, Гомель. У Гомеля прошел расистый сход, промеркованный до дня работников культуры. Зараз у этой голене наличивается омаль 1200 установок, в которых працует больше 6,5 тысяч жахаров региона. Об их поспехах и досягнениях сюжет Олега Сентярова. День работников культуры в Беларуси означается в другую неделю Костричника. Это проруссийное свято затверджено указом президента Беларуси в 1998 году. Своим его лечить десятки тысяч людей творческих профессий, которые уносят значный уклад в захование и развитие культурной спадчины краины. Сетка публичных библиотек Гомеля – это 17 установок, которые наведывают больше 86 тысяч человек. За прошлые 5 годов, до речи, гэта лечба омаль не изменилась, причем такая стабильность свечения хучей поспеховой работы, чем наявности проблем у гэтых установок. Сегодня можно смело констатовать, на супер некоторых прогнозов интернет так и не заменил библиотеки, як и талибачные мирно суясные с театром. Иншая справа, что установы культуры постоянно шукают новые формы работы. У тых же гомельских библиотеках угод культуры почали реализацию некакий новых проектов, накерованных на популяризацию беларусской национальной спадчины, печь за все на местовых прикладах. Те же культурные люди, гэта творчих особах, які живут на гомельской земле, плюс творчие вечары и библия ночи. Як оказалось, гэта так сама эффективная форма популяризации беларусской литературы. Многие из них посещают библиотеку в библия ночи впервые, но в этом и есть цель библия ночи – привлечь внимание к формам, к работе библиотек для того, чтобы стать интересными для горожан. Сегодня у Гомельской области наличивается маль 1200 установ культуры, у яких працуются больше 6,5 тысяч жихаров региона. Год культуры для их оказался вельми насыщенным. Почас урочистого сходу, пресвеченного пресейному святу, агучивается личба. За неполный год у Галине проведено свыше 100 тысяч разноставленных мероприемств. Сирот наибольш значных творчий марафон «Дороджение», финалы, якого прошел у Ельску, фестивали «Берогиня» в Октябрьском районе и народного гумру у Калинкевским, але особливо насыщенным оказался версень. Это и день белорусского письменства, и сожский карагод, и клич по лесу, и дни культуры Гомеля у Российской Федерации, и шмат-шмат падей. Так что навыть только по Гомельщине можно сказать, что гэтый год был вельми плённый. Но экономичные выники и минулого года, и гэтого года свечать об тем, что работники культуры Гомельщины працуют и на духовное добро, талепра гэтым и зарабляют пазобюджетные сродки. У найновшей истории краины представник установы культуры Гомельской области, все лето в першине обранный членом Палаты представников национального схода Беларуси. Гэтый факт, який можно расценивать, как свечения высокого профессионального узровня у местовых специалистов, особливо подкресливается подчас урочи с госходом, и как логичный протяг, уручение заслуженных узного род представникам Галины и концерт, який можно назвать и творчей скоростачей региона. Олег Синчаров, Евген Макеенко, телерадо «Компания Гомель». В Рожжевском районе так само собралися проставники одной профессиональной сферы, але разных поколений. С будущими специалистами сельской господарки сустрелись ветераны гэтой Галины. Инициатором акции «З любовью до людей земли» выступило Гомельское отделение Беларусского фонда «Миру». На першой сустрече проекта побывала Ганна Ковалева. У гэтой зале будучшие специалисты аграрной сферы Амаль-300 навученцев Рожжевского аграрно-техничного лицея. Перед ними на сцене ветераны войны и працы. У минулом гауны агрономы и керавники Калгаса. Калисты на местах навученцев были и сами. Яны распавяли молодым, яким был их працовный шлях и дали парады, як досягнуть поспеху у будучшей профессии. Акция, которая проводится в этом лицее, мы ее назвали «С любовью к людям и земле». Наша главная задача и цель сегодня – ну, во-первых, почаствовать наших заслуженных людей. Мы им уручим наши благодарности, памятные сувениры. И чтобы они встретились с молодежью, которая завтра пойдет работать, рассказали о своем жизненном и трудовом пути. Неглядяшина стала взрослень, которая с ветераном и зараз працует. Рыгар шпаков Амаль Паустаготе, означалевая Рыжевский колхаз 50 год Кострычника. Саруд Шматликих узнагородных званий, орден Ленина, орден Червона Гостяга и звание заслуженного работника сельской господарки. Совсем кажется недавно, а это было давно, что мы были такие, как они сейчас. После окончания службы сразу выбрал сельскохозяйственную академию. Всю жизнь верен этой профессии, которую выбрал. Если бы жизнь начиналась сначала, то я, видно, пошел бы по этому пути. Я считаю, что я подошел к выбору профессии очень правильно. То есть я считаю, что нужно выбирать профессию, та, которая нравится, а не по принуждению. Слушая ветеранов, я думаю, что они прошли большой путь, и этот путь стоит пройти всем. В нашем регионе акция пройшла в першину. Идеи ужасы цикарились на республиканском узровне. Подтримала я ей управление адукацией и пропонувала заработать, что готовый. Примать ветеранов каждый раз будут студенты разных установ адукации. Ганна Ковалева, Игорь Марисченко, телерадо «Компания Гомель» из Речицкого района. Эта иншина вина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный, в студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.